доброе утро друзья конечно чуточку я не скажу что проспал сегодня я вообще рано встал но я имею ввиду что я проснулся и уехал там были неоткладные дела мы заказали селитру должны ее сегодня привести ну и завтра наверно будем вносить если погода даст но если все будет нормально и если тракторист будет свободен так что у меня вы вчера смотрели ролик распаковку яйца да сегодня 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 это я вчера снимал а сегодня загрузил но и вы слышали пищание цыпляточек и там много людей начало спрашивать что кто пищит почему не показал сейчас буду все показывать вчера начался вывод а сегодня он закончился прям прям быстренько вот так все привычка кормушка есть ну и вот в общем у меня инкубатор включены я думаю вы знаете смотрите что там происходит вы видите я их вчера еще ночью выбрасывал скорлупу остальных кто были живые вы как не фокусируется сложил вот в лоточек скорлупу и так я ставил и вот сейчас нужно их доставать они все все вылупились и знаете что я еще заметил что один цыпленок свалился я не заметил но я же как бы яйца туда-сюда тасую потому что мне нужно чтобы она все вместилась в инкубатор а вместо мало для меня 200 на 200 яиц инкубатор маленький ни о чем не знаю почему почему кто-то считает что это большой инкубатор это небольшой инкубатор вот так вот я не знаю будет вам видно или нет вот там за гусиным гусиным яйцом как же вам показать как уже там там короче скорлупа ну не знаю видно или не видно но там прям за яйцом скорлупа пустая видно оттуда вылупился цыпленочек ну не так-то и высоко падать так что он свалился вниз и я так как я укладывал яйцо на инкубацию то которое мне ну которое купил вот лоточек вот здесь вот эти семь яиц это яйцо из посылки где ну из германии короче а там дальше яйцо ухи и люя а тут вот такая вот красота я спустил на низ вот то яйцо которое от моих силадонов на вывод тоже там 15 сутки вот так вчера пеленку не постелил и постелил бумагу но я думаю разницы нет вон они чуточку ее загадили все сейчас я выловлю быстренько цыплят и мы посмотрим что тут вылупилась вот эти на переднем плане такие вот красивые такая расцветка ласточка прям я смотрю вроде три таких да или два тут сзади такой не такой ну короче красавчики достаем что еще хочу сказать сейчас будут скептики писать опять хвалят то что как бы отошло отошло но ну я имею ввиду яйцо какое там было не оплодотворено это одно которое было там возможно несколько было замерзших я не вспомню сейчас так как вот этот балаган в инкубаторе когда я подкладываю подкладываю яйцо но то что осталось живое к моменту вывода вылупились все до одного нет ни единого задохлика а то яйцо которое три дня лежала я его вчера с вечера выковырял с яйца он такой залипший залипший таким как бы слизи вот этой белочной был весь залипший и он я ему даже капельку воды в клюв капнул но утром сегодня я его выбросил он как бы ну не справился на представьте это сегодня 24 сутки наверно но вот так все сейчас я быстренько достану всех в ведерко и буду и вам всех покажу потому что прям встречаю комментарии типа где 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 цыплята которые были слышно на видео вот так но пока не достаю хочу еще раз сказать смотрите вот эти цыплята выводились при влажности 55 процентов и я ни разу не побрызгал яйцо ни разу все вылупились сами я ни одного не выковыривал если цыпленок не залипший слизью то он низ не липкий он сколько ну такой он влажный но он легко прокручивается в яйце вот смотрите как стояло яйцо так и вылупилась это одно яйцо это из германии яйцо там за кровяное кольцо я вам его показывал но но так выглядело не отчетливо а вот сейчас я его вчера ночью просветившего оно порчено но надо его сейчас выкинуть вот так в общем при влажности 55 процентов цыплята это сухопутная птичка выводится нормально вы меня все пугаете мараньим яйцом что она выводится тяжело но поживем увидим будем выводить и будем смотреть нужна будет помощь будем помогать не будет нужна помощь будут выводиться сами не будем помогать вы должны тоже как бы понимать что проклюнуть цыпленок сам в своих как бы силах но если он не проклюнется то он не задохнется прям сразу через минуту поэтому как бы все яйцо которое не проклюнется после начала проклева если пройдет больше 12 часов то я буду просто делать маленькое отверстие в скорлупе я так много раз делал чтобы цыпленок дышал а в дальнейшем будем смотреть уже по ситуации нужно помочь цыпленку буду помогать не нужно не буду помогать вот так и еще по поводу задохликов нужно очень много свежего воздуха в инкубаторе тогда на выводе у вас не будет задохликов но я думаю вы видите да что тут происходит как бы у меня у инкубатора ну вот как бы вот здесь три отверстия вот сбоку с другой стороны точно такое же и сзаду еще два отверстия таких вентиляционных даже это но как бы не просто маленькая а именно видите какая такая прорезь крышки и воздух там постоянно свежий это немножко как бы затратно по электроэнергию потому что инкубатору приходится больше греть воздух а не только тот который находится внутри а этот который приходит и ну снаружи но зато птенчики чувствует себя отлично все достаем достаем все вот видите и это видите какие скалубки получается я вчера выбрасывал были голубенькие но зелененькие тухие люек несколько и это тоже тухие люки ну короче вот так получились вот такие вот цыплятки вот это скорее всего это от моих с того двора отмешанных кур ну вот такие вот красивенькие цыплятки а так не ругайся опять ты ругайся что я тебе полез вот так есть вот это тоже такие же эти лапка немножко с беленьким это тоже скорее всего из моих мешаных кур а есть вот такие чисто черненькие вот цыплятки полностью как положено лапки черненькие и кожа черненькая клюв черненький это ухи и люйка у меня две курицы и петух вот это мешаная вот эти вот красивенькие смотрите как ласточка да такая расцветка вверх черненький а низ беленький вот такой красивенький цыпочки есть пуховые вот у пуховых отличительная черта 5 пальцев на лапке вот такие от беленькие ну петух белые петухи белые у меня так что они белые есть вот бинтамки но как бы тут и так видно да вот яйцо бинтам очная вот такая вот бинтам очка вот это тоже бинтам очка не фокусируется вот такой красивый вот это тоже бинтам очка и у нее будет это скорее всего от этого от падуан чека падуанчики работает вот тоже бинтам очка это же так с бородой пойти какой и скорее всего будет шапка на голове эта бинтам каот подои argán ходуаны работает и вот точно такая же цыпка это тоже бинтам雾 но на голове шишка будет а это солнце скорее всего活падуано это вот Последний, скорее всего, тот, который вывалился с этого, с одного яруса, это пуховый цыпленчик, пять пальцев, видите, вот два пальца подряд, черненькая кожа, вот так, и вот еще пуховый цыпленчик, такой же, все, ласточка, вот пузька беленькая, а вверх такой, может, будет такая пепельная курочка, и вот такой мокрый, это, наверное, тоже буквально вот только вылез, пуп убрался хорошо у всех, ну, в общем, красавчики, красавчики, вот такие хорошие, вот черный полностью цыпленок, лапки черные сфокусируются, о, красивенький, кожа тоже черная, вот так, и это тоже ухилюйка, Знаете, я вам когда рассказывал про ухилюй своих, то все, все цыплятки достал, то я вам говорил, что одна курица несет, ну, такое оливковое яйцо, а вторая несет обычное яйцо, и мне написали, что, ну, кроме ухилюйки, таких, такой расцветки, ну, имеется ввиду черного цвета, есть кури эти, Аян Цимани и Син Цинь Янь, если я вроде, ну, если я правильно произношу, если нет, поправьте меня, и у них яйцо не зеленое такое, оливковое, А обычное красное, ну, я думаю, посмотрю в интернете, и правда, визуально они похожи, но, в общем, небольшое отличие есть, и вот, как бы, хочу показать, вот, Вот, видите, одна курица, как бы, можно даже вот так переставить, да, оп, и будет лучше, прям, отчетливо видно, Я подписываю, как ухилюйки их, потому что, ну, я их считаю ухилюйками, вот, одна курица несет вот такого цвета яйцо, оно больше похоже на оливку зеленую, А вторая вот несет вот такое яйцо, и вот они несутся каждый день, то есть, ага, неправильно, вот так, да, кстати, каждый день, а сегодня нету, сегодня забастовка в сарае, Ну, пока еще рано, может, чуть попозже будет, но, вообще-то, в одиннадцатом часу уже часто яйца были, ну, и еще подождем, Короче, вот, десять штучек нанесли, мне их некуда сейчас закладывать, это все заказано, но, тоже, у меня заказали десять бентамок и десять отпуховых, А их всего двенадцать, то есть, бентамок я не буду давать дополнительно яйца, потому что они несутся, то есть, ну, там оплот отличный, а вот у пуховых, ну, немножко хромает оплот, Поэтому я хочу еще, чтобы одно яйцо снесли, ну, и мы сейчас уезжаем, наверное, завтра отправлю, это заказали, там еще есть заказ, буду собирать, А вот это, ухейлюйку, может, кто-то хочет, пишите мне в инстаграм, вот, десяток тоже смогу завтра отправить, если снесут еще дополнительно, то отправлю, ну, и, как бы, лишнего яйца, вот так, и еще, знаете, Очень, мне так смешно, те зрители, которые не в курсе происходящего у меня на канале, знаете, пишут, кто такая дулька, Ну, такая дулька, ну, дулька, дулька это уже звезда канала, да, и вот дулька тоже несется, вот, 4 дня, смотрите, 21, 22, 23, 24 Это, это яйцо не продается, не думаю, что оно кому-то нужно, но я буду его закладывать в инкубатор, нужно его куда-то запихнуть, но, так как только 21 число собрал, То есть, можно хотя бы 7-8 дней собирать, поэтому еще от дульки пособираю, яйцо, может, будет штук 7 Вы скажете, зачем, а просто знаете, зачем, я сейчас вам объясню Посмотрите, дулька, я как пойду в сарай, я вам покажу ее, как бы, в сравнении с обычными курами и в сравнении с карликовыми курами Вот пуховые курочки, пуховые курочки размером с дульку, вот, серьезно А посмотрите, какое дулька несет яйцо, вот, обратите внимание, огромное То есть, у дульки, это, я не знаю, что за порода кур, ну, на самом деле, не знаю А она такая, что-то среднее, между маленькой и большой, а яйцо у нее крупное То есть, вот, как бы, если будут такие курочки, то их очень удобно держать Они вроде маленькие, но при этом яйцо прям большое Вот, смотрите, да? То есть, это вот карликовые курочки Вот, смотрите, у Хей-Люй, эта порода такая побольше, чем дулька Точно, немножко меньше, чем обычные, но побольше Так, смотрите, у дульки яйцо, ну, по длине такое же, а по ширине толстое какое Видите? Дулька такая молодец, несет такие дебелые яйца Вот так Так что, мне дулька нравится Там в инкубаторе, если я не ошибаюсь, 5 яиц от нее И вот еще 4, то есть, пусть выводятся Все равно выводятся цыплята, так что пусть и они тоже выводятся Ну, вот так, все Так как Захар мне прислал яйца вот так подписано, очень удобно Я тоже стал простым карандашом подписывать, как бы, бинтамки Бинтамки, пуховые, в общем, так удобно Все, друзья Вот такой вам небольшой ролик Спасибо, что смотрите Спасибо, что комментируете Спасибо за лайки И спасибо, что просите их показать Ну, в общем, вот так А мы будем собираться и ехать по делам Всем хорошего дня Ну и всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok